Морской порт «Октау» получает развитие в рамках проекта «Новый шелковый путь», направленного на повышение транзитного потенциала страны. В прошлом году в порту были начаты дно углубительной работы и строительство сухогрузного терминала, который будет включать в себя два универсальных причала общей мощностью полтора миллиона тонн. Кроме того, строится зерновой терминал, через который планируется переваливать один миллион тонн зерна в год. Наш корреспондент Тамара Степанова сейчас находится на территории морского порта «Октау» и расскажет о перспективах развития морских ворот Казахстана. Тамара, здравствуйте. Добрый день, Астана. Действительная реализация столь масштабного проекта позволит увеличить пропускную способность Матауского морпорта с 17 миллионов до 19,5 миллионов тонн. Помимо традиционных экспортных грузов, таких как нефть, зерно, прокат черных менталов, планируется привлечь транзитные грузы из Китая. В настоящий момент доля порта «Октау» составляет 25% от общего объема переваливаемых на Каспии грузов. Сегодня морской порт «Октау» является важным звеном создаваемой мультимодальной логистической цепочки, включающей также железнодорожные станции на границе с Китаем до стыка Харгос, управление которыми осуществляется национальной компанией Казахстан-Семиржулы. Рядом со мной Михаил Юрьевич Ялбачев, первый руководитель «Октауского морского порта». Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какие результаты вы ждете от столь масштабного проекта? Морской порт «Октау» находится на пересечении нескольких транспортных международных коридоров, которые обеспечивают перевозку грузов в направлении восток-запад, север-юг и обратно. Повышение привлекательности порта будут способствовать реализуемые в настоящий момент под эгидой Казахстан-Семиржулы проекты, такие как строительство железнодорожной линии Жесказган-Бейнео, модернизация станции «Достык», строительство сухого порта в свободной экономической зоне Харгос, создание и развитие сухогрузного казахстанского флота в лице компаний КТЖ-экспресс-шиппинг и северное расширение порта «Октау». Также ключевым проектом в данном направлении является приобретение и строительство собственной инфраструктуры в Тихоокеанском порту Лянюньгань, что будет способствовать консолидации грузов, следующих из Юго-Востока и из Китая в направлении Европы-Азии через Казахстан и, соответственно, через порт «Октау». У каждого перспективного предприятия есть свои планы развития. Какие планы развития у «Октау»ского морского порта? Помимо нового строительства, которое сейчас ведется в северной части порта, проводятся в порту мероприятия, направленные на повышение грузооборота порта в действующих границах. Для этой цели, для получения эффективности производства, привлечен глобальный оператор терминальной и портовой сети в компании DP World International. Также проводятся работы по автоматизации процессов производства и по ускорению процедур оформления грузов. В настоящий момент порт претерпевает ряд преобразований, которые в будущем должны позволить ему стать одним из конкурентно способных портов на Каспии, на мировом уровне, а также должны позволить Казахстану в целом стать надежным хабом на евроазиатском континенте и помочь ему решить задачу войти в 30-ку экономически развитых стран в 2050 году. Спасибо, Михаил Юрьевич, за увлекательную беседу. К сожалению, время прямого эфира у нас ограничено. Астана? Спасибо. Я напомню, на прямой связи из Актау была наша корреспондент Тамара Степанова. Ну а мы продолжаем. Продолжение следует...